Наконец-то наступило лето и долгожданная пора отпусков. В советское время многие выбирали для отдыха Кисловодск, который тогда называли еще всесоюзной здравницей. Целебные минеральные воды, оздоравливающие ванны и другие лечебные процедуры предлагали десятки санаториев. В 90-е популярность Кисловодска упала, но сейчас курорт переживает второе рождение. Так чем встречает Кисловодск отдыхающих этим летом, увидела Елена Ерофеева. Этот город расположился в долине, образованной ущельями двух рек. Здесь почти всегда светит солнце. Со всех сторон Кисловодск бережно охраняют величественные кавказские хребты. Здесь рельсы упираются в подножье гор, но это еще не конец пути, его начало. Живописный парк в тысячу гектаров за день не обойти, нужна неделя. Он разбит на пустынных склонах Кисловодска. Если первоначально это была всего лишь аллея, а потом парк разрастался, есть растения, которые остались в единственном экземпляре, например, тисх ягодных. 24 километра теренкуров, это специальные дорожки для лечебной ходьбы, устроены так, что даже поднимаясь вверх не устаешь. Погода в горах меняется стремительно. Когда свинцовые тучи окутывают вершины, в парке тревожно поют дрозды. Застегнутые грозовыми ливнями туристы прячутся в пещерах. Здесь, на высоте тысячи метров, на стене грота кто-то выточил облик хозяина гор. Минуют долину Рос, огибая храм воздуха. Извелистая тропинка уходит высоко в горы. Сюда рискует подняться не каждый. Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин обычно рисковал. Потому и тропинку прозвали Косыгинской. Именно такая далекая тропа, которая уводит нас от шума, от города. Удивительная природа, горный воздух и Нарзан – главные целители этих мест. Некоторые исследователи считают, что сказка колодца с живой водой, которая находилась за три девять демель в 30-м царстве – это о Нарзане. Кисловодский Нарзан. Название ему досталось от кабардинцев, которые считали его напитком богатырей Нарцане. Вода на вкус была кислой, отсюда и название города Кисловодск. В Нарзане очень много кальция. Его сравнивают даже с молоком. Но в отличие от другой минеральной, эту воду можно пить каждый день. Первый коптаж напоминал деревянный колодец. Это уже в 19-м веке здесь построили Нарзанную галерею. С тех пор курортникам отпускают воду в фарфоровых петейниках, а гостям – в хрустальных стаканах. Попробуйте. У неё вкус немножечко такой запаха сероводорода. Минеральную воду лучше пить прямо с источника, как врач прописал три раза в день за полчаса до еды. Вот и приходят сюда отдыхающие утром, днём и вечером. На небольшой территории сосредоточено более ста источников минеральной воды. Двенадцати различных типов. Это почти весь спектр тех минеральных вод, которые вообще имеются в классификации в мире. От природы не только целебная вода, но и лечебная грязь. Её везут с озера Тамбукан, что за Пятигорском. Маленькими ковшиками, похожими на цветочные горшки, черпают со дна. По нашим подсчётам, порядка 300 лет мы сможем гарантированно обеспечивать нашей здравнице курорты. Грязелечебница имени Симашко в Есентуках, это уже начало 20 века, построена в стиле римского барокко. Галина Щербакова почти 50 лет окунает людей в грязь лечебную. Смешивает тёплую с холодной до температуры 40 градусов и, перевернув песочные часы, приглашает на процедуру. Мальчики, пожалуйста, оставьте нас. На меня перевели аж 80 килограммов ценной Тамбуканской грязи. Вот в таком положении завёрнутый в брезентовый полок не лежат четверть часа. Всё это время я могу смотреть на пучеглазых тритонов, которые согнулись под тяжестью каменного свода этой царской грязелечебницы. Её построили в 1915 году для цесаревича Алексея. На склонах национального парка по обе стороны горного серпантина, утопающий в зелени санатории. Это бывшая дача космонавтов. Её специально строили для тех, кто возвращался с орбиты. В этом номере у нас останавливались космонавты. Сергей Крикалёв здесь жил, Ланчиков здесь жил, Калери. В каждом номере нарзанная ванна, куда выведен водопровод с минеральной водой. Особая привилегия. Дача космонавтов когда-то была частью санатория имени Сергор Джаникидзе. Он и сегодня действующий. В этих ковровых дорожках и скрипучем паркете дух эпохи. Проверяем скрип. Скрипят ведь? Скрипят. И очень хорошо. И людям это нравится? И людям это нравится. На отдых и по работе сюда часто приезжает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Всё видит, всё знает. Она гуляет и по парку ходит, и по центру. И там, где она пройдёт, потом совершенно стопроцентный порядок. Покажите, как пить ваш воздух. Смотрите на голубые ели, на небо. Вдыхаете и глотаете, и выдыхаете. Ещё 20 лет назад город-курорт пришёл в упадок. Главные нарзанные ванны смотрели на город чернеющими глазницами. Всего за год это вековое здание привели в порядок. Что-то осталось от прежнего? Конечно. Вот мы идём по плитке 1903 года. Вот она полностью сохранена. Серьёзно. Потолки и колонны украсили лепниной. Стены выложили натуральным камнем. Сохранили первозданный исторический вид. Сегодня реконструкция идёт повсюду. Закрыт на ремонт и санаторий красные камни. В здравницах действующих не только оздоравливают, даже оперируют. Операции делаем на позвоночнике. Около 60% населения страдают остеохондрозом. Здесь свой операционный блок и центр реабилитации, где в буквальном смысле ставят на ноги. Погружаясь в бассейн для вытяжения, Инесса приятно улыбается. Проблемы с позвоночником, артроз теперь в прошлом. После 10 дней мне гораздо лучше стало. Поставили на место мои косточки. У меня перестали отниматься ноги. Оборудование уникальное. Аппарат определяет болевые точки, снимает напряжение в позвоночнике. И позвоночник растягивает, когда сам человек уже не может разогнуться. Он начнет вас изгибать-разгибать. И это будет видно без моего участия здесь. С 1 мая все города Кавказских минеральных вод, Кисловодск, Сентуки, Пятигорск, Железноводск участвуют в эксперименте по курортному сбору. Теперь за каждые сутки с отдыхающих берут по 50 рублей. Платят исправно. Там незначительная сумма, ничего страшного. В общем плане, по сравнению с основной путевки, это немного. У нас устраивает всё нормально. В городской администрации Кисловодска посчитали. За этот сезон на курортном сборе заработают около 60 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию двух улиц. Заменят плитку, которая уже 30 лет. Расширят тротуары. Здесь появятся новые фонари и ажурные вазоны. Надо просто, чтобы этот город, конечно, возродил свою и былую силу, как курортная столица. Ну и дальше развивался. Вместе с городом преображается национальный парк, где стоя на краю обрыва, вглядываешься в размытый горизонт. Там в туманной дымке спрятались заснеженные вершины Эльбруса. Елена Ерофеева, Александр Евтушенко, Денис Безлаковский, Андрей Верещагин. Вести недели.